Города, как и люди, имеют свою неповторимую биографию. Акмолинск, Целиноград, Акмала, Астана, наша столица, всегда находилась в центре событий, определяющих дальнейшее развитие не только северного региона, но и республики в целом. Стойкая преодолевая трудности военных лет, целинной эпохи, годы застоя и новейших преобразований, город рос, развивался и мечтал о будущем. А будущее – это наши дети. Именно для них строились дома, детские сады и школы, возводились корпуса вузов, учреждения культуры, детские центры, дворцы. 30 лет назад впервые распахнул свои двери для детей и подростков дворец школьников на набережной реки Исиль. Он и сегодня является украшением прекрасной, цветущей Астаны и центром притяжения детской мечты. Современные дети и подростки испытывают колоссальные информационные, интеллектуальные и эмоциональные перегрузки в школах, гимназиях, колледжах. И при этом большинство из них активно посещают кружки, клубы по интересам. Причем добровольно отдают этому свое драгоценное время. Так ли оно необходимо – это дополнительное или, как сейчас говорят, неформальное образование? Оно необходимо. Для чего? Это организовывать детей в выполнении режима дня. Они знают, как ориентироваться со временем. Они более организованы по сравнению с теми детьми, которые не занимаются дополнительным образованием. И, конечно же, здесь ориентация на профессию. 30-летняя история Дворца Школьников имени Мохамбета Утемисова – это яркая летопись. успеха. Уникальный проект Дворца для детей был разработан в 1987 году творческой группой архитекторов города под руководством Василия Тоскина. И реализован при участии архитектора Владимира Гладких, инженера Виктора Кореневича и других. Проект Белоснежного Дворца стал победителем республиканского смотра конкурса лучших архитектурных построек года. Дворец был и остается прекрасным и внутри, и снаружи. Дворец для детей. Потому что, начиная со входа, с этой лестницы, все это было задумано именно так, чтобы дети чувствовали себя гордыми, дети чувствовали здесь себя свободными. И дети, чтобы чувствовали, по крайней мере, свой собственный дух. Вот это была главная задача. Дворец Школьников на набережной стал преемником Старого Дворца имени Юрия Малахова. Развитие его шло стремительными темпами. В течение года здесь проходили десятки мероприятий, конкурсов, смотров. Активно работали кружки, клубы, секции. Каждый год, перелистывая, можно столько всего вспомнить яркого, интересного. Это и концерты, это фестивали, это конкурсы. Это просто рост творческий, потому что каждое мероприятие, которое проходит во Дворце Школьников, оно несет в себе море положительных эмоций, море воспитательных моментов. И самое главное, что каждый год приходят новые талантливые дети. В начале 90-х годов при Дворце работало около 20 различных объединений и около 40 кружков. Был создан Центр по развитию государственного языка и национально-прикладного творчества. Прикладное и изобразительное искусство, вокал, хореография всему дошлось достойное место. И у меня была мечта работать в этом же самом Дворце Школьников со своим педагогом. И, конечно, я попала сюда не сразу, но мечта осуществилась. Когда мы переехали в этот новый дворец, у нас открылось много возможностей. Мы могли шить костюмы национальные, у нас стало появляться очень много интересных постановок, потому что была возможность заниматься в таком большом классе. С 1993 года Дворец получил статус областного Дворца творчества детей и юношества и стал главным координатором всей внеклассной работы среди школьников. За первые 10 лет в нем родились и окрепли замечательные творческие коллективы. Народный театр «Современник», студия «Экибана», кружки технического творчества и другие. Особую роль в судьбе Дворца сыграли мероприятие, проведенное с участием президента Нурсултана Назарбаева. Встреча с молодежью Казахстана и первая президентская елка. И наши дети готовились именно к сольному выступлению с президентом и его супругой. И нас похвалили, что президент был доволен, как вальсируют наши дети. Это было счастливое время, полное самых ослепительных надежд. Город стал столицей и получил новое имя Астана. Перемены коснулись и Дворца школьников. В 2003 году ему было присвоено имя великого сына казахского народа, воина, поэта, акина Мохамбета Утимисова. Воспитанники Дворца получили возможность выступать на самых знаковых концертных площадках столицы. Выступления Домбрового ансамбля «Булашак» вокально-инструментальной студии «Джинсовые облака» покоряли зрителей. Клуб «Самодеятельная песнями Цар» стал центром притяжения самых талантливых юных бардеров столицы. Я сначала занималась вокалом, потом ходила на гитару, и в сумме, наверное, около 10 лет есть. Потом у меня появились друзья, у меня появились подруги. Уже когда я начала ходить на гитару, это прям вообще был просто целый мир. По-моему, я жила только ради одного этого воскресенья, чтобы прийти и в клубе здесь встретиться с ребятами и увидеться. Участие в крупных столичных республиканских мероприятиях продиктовало необходимость слияния двух хореографических ансамблей «Арай» и «Счастливое детство» в единый коллектив-ансамбль «Байтирек». Мы создали коллектив, который несет радость людям, несет счастье, счастье в душах детей, вдохновение. Вот что, все самое светлое, самое хорошее, что может быть как в детях, так и в нас, во взрослых, и в наших родителях, все объединилось в одно целое. В 2000-е годы дворец школьников выходит на международную арену. Став полноправным членом Европейской ассоциации учреждений свободного времени, детей и молодежи. Ныне Ассоциация неформального образования. Впервые Президиум Ассоциации прошел в Астане в 2006 году. Юные воспитанники дворца стали принимать активное участие в международных фестивалях, конкурсах и выезжать за рубеж, достойно представляя Казахстан на мировой арене. Астана стала местом проведения международных конференций по проблемам неформального образования. Во дворце работала общественная приемная. Проводились молодежные форумы и торжественный прием в ряды молодежных детских организаций «Жас Улан» и «Жас Кыран». Дворец регулярно занимает первые места в республиканских конкурсах. А в 2007 году коллектив получил грант Акима Астаны и занял первое место в национальном конкурсе «Друг детства». Вся моя юность прошла в стенах этого дворца, поэтому это очень приятно, когда приглашают выпускников, проводят такие огромные мероприятия, не забывают и, самое главное, отслеживают наши судьбы, судьбы выпускников. Новое время открывает для коллектива дворца и его воспитанников широкие возможности творческого развития и реализации главной задачи – воспитания эрудированного, коммуникабельного, креативно мыслящего юного поколения. Несмотря на открытие нового столичного дворца школьников, множество развивающих центров дворец имени Мохамбета Утемисова по-прежнему занимает особое место в системе неформального образования столицы. Моя материальная база у нас хорошая и абсолютно все, что необходимо – и концертные залы, и хореографические залы, и спортивные залы. Какие потребности у ребенка есть, мы можем удовлетворить. Сегодня во дворце работают свыше 50 кружков – клубов, секций, студий, которые посещают более 4000 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Свыше 100 педагогов дворца и воскресных школ приобщают юных жителей столицы к миру спорта, творчества, вдохновения и дружбы. Помогают им определиться с выбором жизненного пути. В мире быстроменяющемся на сегодня очень трудно найти то любимое дело, которое по жизни будет сопровождать ребенка. И наш дворец готов предоставить эти услуги нынешнему поколению. В основе деятельности дворца лежит интеграция трех компонентов – общего, неформального и информального образования. А реализуется эта задача через авторские программы педагогов, работающих по 12 основным направлениям. Важнейшие из них – художественное, этнокультурное, спортивное. Сегодня, в век высоких технологий, на первое место выходит задача интеллектуального образования. Обществу нужны специалисты-аналитики. Менеджеры, способные решать сложные задачи управления. IT-специалисты – ученые. Поэтому во дворце активно работают кружки интеллектуально-познавательного направления. Такие, к примеру, как кружок «Занимательная математика». Ни одно действие не доставляет столько радости и счастья, как решение логических и математических задач. Казахстан – страна, воспитавшая многих выдающихся шахматистов. Эти традиции продолжают юное поколение. Совсем недавно школьник из Казахстана Дин Мухаммед Тулендинов стал чемпионом мира по шахматам среди школьников до семи лет. Возможно, что и среди воспитанников шахматных кружков «Белая ладья» и шахматы дворца школьников имени Мохаммеда Утемисова подрастают будущие гроссмейстеры и чемпионы мира. Одиннадцатилетний Данир Колданов уже имеет второй разряд. Потому что я хочу научиться хорошо играть в шахматы и стать гроссмейстером. Данир играет в шахматы не менее двух часов в день. Он уже понимает в основе успеха труд и терпение. Я бы хотел пожелать им, чтобы они хорошо играли, быстро сдавали на разгляды и не делали глубоких ходов, о которых могут пожалеть. Чемпион должен быть настроен на позитив. И у Данина всегда хорошее настроение. Потому что я веселый. Инновационный проект, цель которого – повысить интерес школьников к информационным технологиям, это открытие кружка робототехника. Он позволяет в полной мере раскрыть интеллектуально-творческий потенциал воспитанников. Впервые в Истане совместно с Федерацией КАЗ «Роботикс» был проведен региональный чемпионат по робототехнике. Использование робототехники в общем образовании, популяризации профессии инженера. За этим направлением – большое будущее. Сегодня я бы, наверное, робототехнику выбрал. Мне это интересно. Во-первых, это что-то новое. Это своими руками создаешь робота. Он какие-то делает движения. Он что-то выполняет. Вообще это интересно. Для мальчиков это интересно. Меняется мир. Меняемся мы. Другие интересы и потребности возникают и у малышей, и у старших школьников. Во дворце всегда идут в ногу со временем. Поэтому здесь был открыт детский клуб развития личности «Еркитай». Это уникальная возможность для малышей заложить основу дальнейшего успешного развития. Большую популярность постепенно набирает кружок прикладного искусства «Резьба по дереву». Обращение к истокам национального творчества в полной мере соответствует программе «Рухани Жангру» по модернизации общественного сознания, поиску кода национальной идентичности. Дети не только вырезают из дерева фигурки и целые композиции, но и лепят из пластилина. Это увлекает и помогает им ощутить творческую радость на кончиках пальцев. Я выбрал «Токужок», потому что я здесь могу сделать свои вещи, включить свою фантазию, улучшить свою моторику в руках. Я сделал один корабль, и она мне очень нравится, потому что она объемная и самая лучшая из моих работ. Темы работ самые разные – дом, семья, животные, фольклорные персонажи. Дети обретают способность чувствовать красоту форм и линий, любить прекрасное. Мне очень нравится выражать свои мысли, свои чувства, свои эмоции в фигурах. Фигуры, которые я врезал, может быть, год назад, может быть, полгода назад, они не были детализированы так, как детализированы сейчас. Более 40 лет существует детский народный цирк «Балдерган». Это уникальный проект, которым гордится дворец. Цирк – особое искусство, яркое, зрелищное, завораживающее. Это на арене, а за ослепительной красотой и легкостью скрываются часы, дни и годы упорных тренировок. А юные артисты вырастают и уходят в большую жизнь и опять. Педагог начинает все сначала, учит неловких новичков преодолевать страх и выходить победителем из любой сложной ситуации. Немало талантливых артистов воспитал детский театр «Нур», спектакли которого идут на казахском языке. На смену прославленному современнику пришел новый, яркий коллектив – театральная студия «Лимпопо». Веселые, задорные исполнители, эффектные выступления – визитная карточка коллектива. Детей всегда влечет ко всему новому, модному, интересному. Открытие клуба чирлидинга «Калибри» отвечает этим запросам. Чирлидинг покорил весь мир. Теперь и мы покоряем чирлидинг. Под таким девизом живет и работает этот веселый, динамичный коллектив. Те, кто считает чирлидинг легким жанром, безусловно, ошибаются. Потому что это командный вид спорта, и мы как одна семья становимся, когда мы все выступаем. Нужна ответственность, упорство, трудолюбие. Нельзя лениться на тренировках, нужно хорошо заниматься. И чем чаще, тем лучше. И нужно не потеряться, когда много людей на тебя смотрят. В очарованный мир творчества попадают воспитанники кружков, где их учат играть на казахских народных инструментах, пианино, гитаре. У юных художников из студии и зои скульптуры «Кошкин дом» кисть художника, цветные ладошки, свой многоцветный, ясный и радостный мир фантазии и творческого воображения. Воспитанники этих студий пробуют свои силы в разных техниках, жанрах, осваивают современные направления изобразительного искусства. Их энергия неистащима, их фантазия безгранична. Поэтому юные художники завоевывают престижные награды на республиканских конкурсах и за рубежом. Особое место на территории детского творчества занимает кружок «Чудеса из войлока и пряжи». Выставка работ воспитанников кружка удивляет и восхищает, особенно работы в жанре «Шерстяная акварель». Малыши учатся делать аппликации, а те, кто постарше, создают гобелены. Бесспорным украшением концертных программ являются выступления воспитанников вокальных кружков, эстрадно-вокального ансамбля «Гульдаурен», вокальная студия «Азия», вокально-эстрадная студия «Звездный час» и образцово вокально-эстрадная студия «Юность Астаны». Эти коллективы не только постоянные лауреаты международных фестивалей в Испании, Франции и других странах, но и дали путевку большое искусство многим исполнителям. Я получила два диплома, но, по сути дела, я занимаюсь тем, чему меня научили здесь. Танец – один из наиболее древних видов искусства, позволяющий выплеснуть самые разнообразные эмоции. И сегодня хореографические кружки и студии являются очень востребованными. Их во дворце целая палитра. Остро-характерный брейк-данс. Прославленный народный ансамбль танца «Алтынден». Звездный народный ансамбль «Байтирек». Образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Джамбо». Студия эстрадного танца «Эдельвейс». И, конечно, ровесник дворца ансамбль бального танца «Созвездие». Но они разные на самом деле. У них другие интересы. У них даже иногда бывают другие приоритеты. Они по-другому смотрят на хореографию. Но с любовью. Вот так бы я сказала. Для меня лично танец – это просто стиль жизни. Это даже не работа. Это каждодневное состояние посещения прекрасного. Это вдохновение. Это творчество. Это фантазия. Это какой-то круг полетов, который не заканчивается. Потому что каждый ребенок, приходя в зал, дарит тебе новую орбиту. Каждый ребенок дарит тебе новое вдохновение. Многофункциональный спортивный зал и два плавательных бассейна создают необходимые условия для реализации программы здорового образа жизни. Очень популярные игровые виды спорта. В первую очередь баскетбольный клуб, который объединяет школьников и студентов. Настоящая кузница спортивных кадров – секция волейбола, которая, как и ее тренер, хорошо известна в Эстоне. Прославленная секция каратэ-до. У воспитанников которой так много наград, в том числе с крупных международных соревнований и чемпионатов мира, что их невозможно перечислить и удержать в руках. Секция плавания всегда переполнена. Ее посещают сотни ребят. Под руководством опытных тренеров школьники не только учатся плавать, но и проходят комплексные оздоровительные процедуры. Все, что дает своим воспитанникам дворец, помогает им потом во взрослой жизни. Вот так и я. Я попробовал себя в одной профессии, так и остался в этой сфере. И я желаю, чтобы все будущие выпускники и в настоящее время воспитанники дворца школьников имени Мохаммеда Утсимисова получали как можно больше знаний, брали от этих профессиональных преподавателей все, что они дают. Казахстан – большая семья для более сотни наций и народностей. Программа воспитания детей в духе толерантности и межэтнического согласия реализуется через этнокультурное объединение и систему воскресных школ. В Астане при дворце школьников их 12. Более 500 школьников изучают сегодня язык, культуру и традиции своего этноса. Достаточно посетить некоторые из них, чтобы составить ясное представление о программах занятий. В польской воскресной школе «Родной язык» историю детям преподает педагог из Польши. Многие выпускники получают стипендии и поступают в польские вузы. Воскресная школа при немецкой гимназии – очередное весеннее занятие посвятило двум замечательным праздникам – Пасхе и Наурызу. Викторина, игры, рассказы о традициях двух братских народов – дети должны научиться уважать и понимать их. В воскресной Чечено-Ингушской школе в учебном классе – сосредоточенность и тишина. Дети изучают языки своих народов, учатся свободно говорить, читать и писать. А в большом репетиционном зале – буря эмоций. Накал страстей – жаркая лесгинка, которую по-настоящему могут исполнить только те, у кого она живет в Генгах. На сегодняшний день в нашем дворце вместо двух тысяч детей занимается свыше четырех тысяч. И поэтому дворец сегодня разрабатывает такой проект, как открытие в близлежащих школах коммуникационные центры, в которых дети в шаговой доступности от своей школы будут получать дополнительное образование. Развитие – это сохранение лучших традиций и поиск новых решений, идей проектов. В итоге остаются лучшие из них. Таких во дворце немало. Это летняя школа творчества для детей от 6 до 13 лет, которая работает в дни школьных каникул. Уникальный проект – гордость дворца – это конкурс творческих открытий «Шатык», который живет и развивается уже более 10 лет. Он объединяет не только школьников, но и лучших педагогов, деятелей культуры и искусства. В последние годы гала-концерты победителей конкурса проходят на лучших концертных площадках столицы. И тысячи зрителей аплодируют юным исполнителям. Набирает популярность и конкурс «Балбала» – аналог «Шатыка» для детей дошкольного возраста. Новый перспективный проект – парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей. Организован Министерством образования и науки, нашел поддержку в столичных акиматах и других организациях. Впервые парад состоялся 1 июня 2017 года. Лучшим украшением мероприятия стало выступление окружка «Барабанщиц», созданного при Дворце Школьников. Хороший старт положил начало устойчивому успеху коллектива. Я желаю детям, чтобы они учились хорошо, чтобы они были счастливы, чтобы они были креативны и стали настоящими патриотами нашей Улы-Дала-Ели. Еще один масштабный проект – Международный фестиваль искусств «Шашу». В этом году в нем приняли участие детские творческие коллективы из Казахстана – Российская Федерация Кыргызстана. Я приехала в Стану, чтобы занять первое место. Я учусь в школе танца прима. Я люблю танцевать. Фестиваль укрепляет дружеские культурные связи между детьми и молодежью разных стран. Организует обмен опытом между творческими коллективами. Позволяет получить мастер-классы от прославленных деятелей искусства. За два года более двух тысяч конкурсантов выступили на фестивале и увезли домой заслуженные награды. Я приехала веселым и красивым настроением. Я здесь исполняла ки и шагарма произведения. Мы приехали сюда с хорошим позитивом, с отличным настроением, с таким настроем на победу. Мы пожелаем от нашей страны, с Кыргызстана, процветания, успехов. Надеемся, что мы будем дальше дружить. Готовясь к 30-летнему юбилею, педагоги и воспитанники подготовили 30 интересных проектов и организовали настоящий юбилейный марафон. Мохамбетовские чтения Ежегодный конкурс, посвященный великому сыну казахского народа, воину-поэту Мохамбету Тимисову. В юбилейном году в конкурсе приняли участие около 150 школьников из разных городов Казахстана. Они представили литературно-музыкальные композиции на темы творчества Мохамбета «Мы, мохамбетовцы и наследники Великой Степи». В рамках юбилейного марафона впервые в Национальном музее Республики Казахстан проходила выставка «Мир красок», посвященная предстоящему 20-летию Астаны. На ней было представлено более 160 творческих работ, воспитанников кружков изобразительного и декоративно-прикладного искусства дворца. В центре экспозиции общее внимание сразу привлекало ваза из папье-маше. Эта работа кружка – бумажная фантазия. Выставка состояла из трех разделов – «Духовный мир», «Город Великой Степи», «Мир глазами детей». Прекрасные работы – яркие, красочные, выполненные в разных техниках – поражали жанровым разнообразием и чистотой исполнения. Современные школьники также тянутся к творчеству, как и их предшественники. Творчество в моей жизни занимает не самое последнее место, и мне очень нравится обстановка творческих людей, творческой работы. Мне очень симпатизируют все виды творчества, такие как музыка, фильмы, рисование, даже резьба по дереву. Дворец зажигает звезду. Это самый яркий и долгожданный фестиваль юных талантов среди воспитанников дворца. Впервые дети не просто получали награды, но и демонстрировали свои таланты в замечательной концертной программе. 36 воспитанников и их родители получили дипломы, а их портреты теперь украшают звездную галерею. Пусть они занимаются, пусть они будут любимы, чтобы все, что они не пожелали, все у них сбывалось всегда, все получалось, и чтобы они были настоящими звездочками. Впервые во дворце состоялся юбилейный художественный квест. Этот креативный проект дал возможность участникам разных кружков познакомиться с работой других творческих объединений. Шесть команд получили задания. Они состояли из эрудит-шоу и практических занятий. Юные певцы учились рисовать. Художники и театралы пытались пришивать пуговицы. В изо-студии «Волшебная кисточка» состоялся мастер-класс для самых юных воспитанников и их родителей. Мне кажется, танцевать труднее, потому что ты не просто работаешь руками, а тебе приходится действовать все свое тело для того, чтобы выдать правильное движение и влиться в коллектив. В этом году победители определялись по сумме баллов, а затем состоялся парад-дефиле и награждение участников этого замечательного квеста. 1 марта, в свой день рождения, дворец был ярко украшен, а хозяева и гости создавали удивительно добрую и праздничную атмосферу. В этот день сюда пришли дети, их родители, педагоги столицы. И, конечно, выпускники дворца разных лет. Среди них депутаты парламента, политики, ученые, журналисты, певцы, музыканты, успешные бизнесмены. Ими гордится дворец. Гордится он и педагогами-ветеранами, которые многие годы посвятили себя самому благородному делу – воспитанию юного поколения. Каждому – почет и внимание, памятные знаки и, конечно, цветы. В зрительном зале – аншлаг. Эмоции переполняли и тех, кто говорил добрые слова, поздравляя коллектив дворца и его воспитанников с 30-летним юбилеем. Талантам надо помогать, без арности пробьются сами. Столько талантов, небольшая сцена, но в будущем они наши звезды, большие люди. Это наше будущее. Во дворце школьников работают настоящие профессионалы, творческие педагоги. Среди них 10 человек стали за эти годы заслуженными работниками культуры. 18 получили звание почетных работников образования. И в этот праздничный день очередные награды с гордостью принимали и ветераны, и представители коллектива. Праздничная программа была составлена так, что яркие концертные номера чередовались с поздравлениями и церемонией награждения. Зримые достижения педагогов – победа их воспитанников. За последние пять лет они 715 раз становились победителями в международных конкурсах и соревнованиях. И 846 раз – в республиканских. Цифры впечатляют. Концерт «Пристань детской мечты» получился, Это поистине грандиозно. Образы современных подростков на галоконцерте талантливо представили воспитанники творческого центра «Гравитон». Лучшие коллективы выступили в трех блоках программы. Рухани-Жангыру, станция «Праздник детства» моей столицы «Юный свет». А поздравления и веселые сюрпризы продолжались. Мы очень рады ветеранам педагогического труда. Они сегодня меня командировали, чтобы я поздравила руководителей этого дворца, педагогический коллектив и, конечно, вас, учащихся. Путь всегда будет так! Ура! Работу дворца всегда высоко оценивали педагогическая и родительская общественность, руководители системы образования и администрация города. Благодарственные письма и гранты Акима столицы. Кубок в конкурсе «Лучшая молодежная организация». Звание лауреата в республиканском конкурсе «Жастар-2009». Многочисленные победы воспитанников во Франции, Испании, Италии, Голландии. Бесконечен список этих побед, а новые еще впереди. Удача и творчество. Вот это самое главное. Я благодарен этому дворцу за то, что он дал мне. За то, что я провел огромное количество лет в его стенах. Хочу пожелать дворцу школьников, всему педагогическому составу, в первую очередь, здоровья всем, творческих моментов. Всем детям я желаю победы в их начинаниях. Ну и побольше положительных эмоций. У дворца школьников имени Мохамбета Утемисова счастливая судьба. Пожелаем педагогическому коллективу творческого полета. А его воспитанникам успешного покорения звездных вершин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова